Андрей, привет! Привет! Что мы сегодня покажем? Рассказывай! Мы сегодня покажем крутую современную квартиру с нашим дизайном. Она нам нравится самим, не только заказчику, она нравится. Здесь очень много классных технических решений, здесь очень много классных дизайнерских решений. Вперед, погнали! Давай, показывай скорее уже. Так, мы попадаем из прихожей на кухню. Здесь такое огромное просторное помещение, мне очень нравится, и много свет. Между прочим, эта квартира с террасой. Терраса будет тоже использоваться, она еще не достроена. Я вижу просто сразу же сходу мечту хозяйки, это мойка напротив окна. Окно открывается? Окно глухое, оно не открывается, но его специально заменяли, чтобы оно не было разделенным. Растекловку всю убрали, чтобы открыть большой вид. Здесь будет довольно приятно готовить, мыть посуду. Сверху очень крутые жалюзи, они деревянные? Да, это деревянные жалюзи, причем они на электроприводе, они с пульта открываются, закрываются. У нас была одна заказчика, которая очень жаловалась, что сэкономила на электроприводе, и потом она запарилась после каждого утра поднимать, опускать деревянные жалюзи. Да, еще они издают мерзкий треск, когда это так-то. Не экономьте, пожалуйста, на этом деле. А что это за такая штука, полоска черная на стене и потолке? Это очень хитрый вариант профильной подсветки. То есть обычно мы видим диоды, которые закрыты рассеивателем. И такой вид подсветки слепит глаза часто. А здесь свет отраженный, здесь диоды находятся за бортиком. И получается довольно мягкий свет, но при этом он яркий и очень хорошо освещает рабочую поверхность. Мы получается, да, освещаем рабочую поверхность, и нам будет светло готовить. Прикольный остров. А где вытяжка? Я не понимаю. Вот, важная фишка. Вытяжка находится в варочной поверхности, прямо здесь. И это очень эффективная штука. Пускай не спорят, что это там какая-то неправильная вещь. Да, я думаю, что большинство скажет, что здесь у вас что-то дым куда-то пойдет не туда, и все будет пахнуть картошкой будет. Никуда не пойдет, это полноценная вытяжка, причем воздуховод находится в цоколе кухни, и выбрасывается воздух на террасу через стену. То есть воздух полноценно уходит, то есть здесь нет никакого фильтра, он не возвращается на кухню, да, он уходит? Нет, это не фильтр, это именно полноценная нормальная вытяжка. Мне очень нравится минималистичная столешница, она разбивает как бы объем острого на две части. Да, и при этом она лежит непосредственно на плоскости. Люблю такое решение, потому что когда эта штука на каких-то ножках или на каком-то бортике, вся композиция разваливается, а здесь такой цельный айсберг красивый. А что это за дверь рядом с кухней? Рядом с кухней расположилась хозяйственная комната. Здесь находятся стиральные и сушильные машины и моечка удобная. А, ну у меня часто просят такую мойку, чтобы что-то застирывать, чтобы не тащить куда-то. Что-то стираешь? Если есть возможность, лучше ее делать в постижочной. Потолок, я вижу, он съемный, да, это грильято? Да, это чтобы не делать лючков доступа к вентиляционным приборам. Сделали грильято, можно снимать любой сегмент, спокойно обслуживать технику. Ну ладно, погнали дальше. Слушай, а расскажи, пожалуйста, про потолок, потому что он какой-то здесь сложный, многоуровневый. Ну он многоуровневый именно для того, чтобы вписать в него систему вентиляции. Есть очень много воздуховодов, которые здесь идут, мы их не видим. И щелевые решетки. Мне вот это нравится, да, что это прямо щель, такая же как и светильники, но это по сути вентиляция интегрированная. Это не очевидно, но при этом она очень эффективно работает. Со всех точек, причем, видно телевизор, если кто-то еще смотрит YouTube канал, например, ваш дизайнер интерьера, он сидит вот здесь вот, обедает, смотрит, либо за стойкой, либо когда готовишь. Напротив кухни у нас большая гостиная. Гостиная отзонирована двумя такими стеклянными колоннами. Это декоративное решение, нет никакой функции, сознаюсь, но выглядит прикольно. В гостиной все классические, ТВ-тумба с подсветкой, телек, закарнизная подсветка над телеком, декоративная штукатурка и угловой современный диван. В этой квартире все потолки из гипсокартона ненатяжные и мы нигде не запроектировали теневое примыкание. И оно у нас получилось само собой, потому что здесь есть ниши для подсветки. И вот эти ниши сами по себе выглядят как теневое примыкание и смотрятся очень круто. Мне кажется, это гораздо больше нравится и с тех пор мы везде теперь используем и гипсокартон, и натяжные потолки с теневым примыканием к стенам. Андрей, мне очень нравится здесь вот эта стена. Она видно, что не плоская, она какая-то фактурная, интересная и в нее очень прикольно приходит деревяшка. Это, кстати, о сложностях минимализма настоящего. На самом деле достичь такого эффекта, чтобы у вас была штукатурная стена и одной плоскостью переходила в шпанированную панель, для этого нужно очень сильно постараться и желательно нанимать реально крутых строителей. Здесь строители с этим справились и честь им и хвала. Если говорить о штукатурке, это декоративное покрытие под бетон. В данном случае наносится текстурная основа и сверху уже тонируется цветом, покрывается лаком или воском. Что здесь в данном случае, я честно не знаю, но больше похоже на воск, потому что он блестит неравномерно. Лак блестит одинаково. Воск всегда красивее, потому что он создает живую поверхность. Здесь вообще отдельная фишка этой квартиры – это двери скрытого монтажа и вот эти плинтуса. На самом деле на них я обратил бы отдельное внимание. Здесь есть плинтуса, между прочим. Они защелкиваются. То есть это не теневое примыкание к полу, это именно скрытые плинтуса. Они лучше всего, на самом деле, лучшего примыкания к дверной коробке придумать сложно. Потому что с теневыми плютусами есть очень много мороки, очень много мучений, а вот они подходят просто идеально. Очень крутой стеллаж. Что это такое, расскажи. Непонятно, какой это вообще материал. Это штукатурка или что это? Это керамогранит. Это неубиваемый стеллаж. Прослужит 300 лет. То, что его не поленились сделать на этом объекте – это тоже огромное достижение. Я, честно, не ожидал, что он будет сделан по проекту, потому что это очень трудоемкая штука. Это полностью керамогранит. Он весь собран. Здесь идеальные внешние углы, затертые эпоксидкой и как-то так хитро заполированные. Примыкание к черному профилю металлическому. Ну, то есть, если детально его рассматривать, то он достаточно кропотливо, трудоемко собран. Тоже строители молодцы. На самом деле, это очень распространенная проблема, когда вся суть авторского надзора заключается в том, чтобы приехать на стройку и сказать, ребята, делаем именно так, как нарисовано в дизайн-проекте. Потому что почему-то очень часто заказчики или строители просто забивают на решение из дизайн-проекта и говорят, ну, мы же точно это будем делать, может, вообще откажемся. И очень много чего отказываются. А делать надо именно так, идти до конца прямо, вот как нарисовано, так и делать. Только в таком случае у вас получится очень красивое решение. И именно цельный, красивый проект. Здесь прикольный выход на террасу, две ступенечки. Это керамогранит? Что это? Это керамогранит. Изначально почему-то у застройщика не было выхода на террасу как такового. То есть, он был, но нужно было вот так вот на нее заходить. Как бы это было весьма странно. Ну, соответственно, изобретены ступеньки. Я у себя в квартире сделал вот точно такой же подоконник, когда керамогранит запилен под 45, и к нему просто здесь снизу подходит шпатлевка. И получается идеальное примыкание, вот такой красивый тонкий шов. И у подоконника нет толщины. По сути, это такая керамогранитная плоскость. Есть еще одна, казалось бы, несущественная деталь, но очень важная. Здесь боковое подключение радиатора, выполнено именно с той целью, чтобы установить скрытый плинтус, и ничего не мешало. Потому что, если бы мы сделали нижнее подключение, то установить плинтус было бы уже просто невозможно. Ну, радиатор бы очень высоко задрался, и это было бы некрасиво. Чтобы он был на такой высоте, нижнее подключение просто никак не подходило. Пришлось переграть на боковое. А самое некрасивое подключение – это трубочки из пола. Тогда получаются две дырки в паркете и, собственно, какой-то ужасный герметик. Нет, ну это вообще мрак у нас такого не бывает. Здесь три двери, куда они ведут? Тут спальня, санузел гостевой и детская. Ну, давай с детской начнем. Ну, комната такая менее серьезная, чем вся остальная квартира. Но все равно она в этом же стиле. То есть я вижу продолжение и по архитектуре. Вот наша любимая вот эта шина, которая переходит с цены на потолок со светильниками. Ну и шкаф красивый, в омале. Повторяет прихожую. Если у вас в квартире окна в пол, а тем более, если у вас выход на балкон в этом месте, то рекомендую использовать просто вертикальный радиатор. Он не перекрывает окно. Он дает очень много мощности. В данном случае это даже с запасом на эту комнату. Здесь всегда будет тепло. И смотрится он круто, эстетично. Андрей, меня постоянно заказчики спрашивают, а не будет ли темно у меня в детской комнате? Мне нужно прям яркий свет. Я смотрю сейчас на потолок. Здесь буквально есть вот раз, два, три светильничка и шина. Не будет ли здесь темно? В шину, если обратить внимание, еще встроены дополнительные диодные светильники, линейные. И они очень яркие. Они дают рассеянный свет, наполняют комнату светом. Плюс здесь есть еще закарнизка. Да, это не теневое примыкание. Это именно закарнизный свет в той щели, который переходит плавно в шторы. Закарнизный свет тоже наполняет светом. Что это штучка? Это бризер, проветриватель. Ну, чтобы не всегда открывать окно, чтобы никого не продулать здесь. Плюс он фильтрует воздух. Вещь полезная, всем рекомендую. Здесь спальня. Пойдем. Мастер спальня. Насколько я помню, это у нас апартаменты. И мы здесь просто перетасовали все помещения. И сделали большую спальню. И два еще помещения, о которых поговорим позже. Рассказывать, что это за белый квадрат. Это панель, которая по проекту должна была быть сделана из МДФ, а в результате строители сделали ее из гипсокартона. И он настолько ровный, что не верится, что это гипсокартон. По ощущению остался МДФ. По сути, это гипс, да? Произведение из гипса. Да. Здесь встроена гипсовая панель, рельефная, арт-поле. По периметру подсветка закарнизная для мягкого вечернего света. Вообще, в этой спальне очень много мягкого вечернего света. Здесь все так или иначе подсвечивается. Это МДФ со шпоном. Также подсвечено изнутри, отраженным мягким светом. Освещает вечером спальню. И зеркало. Очень круто расширяющее пространство. Можно перепутать с другой комнатой вообще. Мне очень понравилось, что я зашел. Мне казалось, что здесь слева просто коридор уходящий куда-то туда. Так, у нас две двери. Куда они ведут? Пойдем в правую дверь. Покажу. Здесь у нас располагается гардеробная. И в этой гардеробной есть очень крутое техническое решение. Но это зеркало, чтобы смояться на себя. Это зеркало. Открывай. Вау. Вот такая штука. Здесь группа коллекторов. Плюс все фильтры. Плюс блокираторы воды от Нептуна. Датчики я чуть позже покажу. Это вообще отдельная фишка. И вот про эти фильтры мне рассказывал строитель, что они высокодиспенсные. То есть они в 10 раз лучше обрабатывают воду. То есть частицы в 10 раз меньше через нее не проходят. То есть вы получаете супер чистую очищенную воду. Здесь еще раз в день обновляется, очищается эта вся система. Короче, это просто космический корабль. И мне очень нравится, как он оформлен. То есть здесь все очень сделано эстетично. Это вот такое произведение искусства. А они тяп-ляп, знаете, как обычно эти сантехники делают. Ну вот, как-то получилось, труба не влезла. И получается бардак. А здесь очень красивые эстетичные решения. И просто как будто ты заглядываешь под капот какой-то крутой тачки. Мне он очень нравится. Ванна тоже очень приметная. Вау. Здесь каждое помещение хочется сказать слово вау. Здесь отдельно стоящая ванна. Мечта многих. Не всех, но многих. Для этого действительно нужно большое помещение в ванной комнате. Если у вас помещение в ванной комнате небольшое, забудьте вы эту идею. Это будет сплошной геморрой. Ну, здесь даже видно, что вот даже здесь можно пролезть и пройти, убраться. И здесь никогда не будет воды, пролившейся через ванну, стоявшей. Огромная душевая. Обратите внимание. Это просто супер душевая. Можно мыться вот так. Мне очень понравилось, как мы здесь придумали историю с трапом. Что он идет от стены до стены. И здесь идет миниатюрный такой вот откос вниз, уклон. И сразу же стоит стекло. Да, никаких лишних поддонов, никаких лишних порогов. Здесь нет ничего. Здесь просто ощущается, как ровный пол. И расскажи вот по этой полочке, потому что я ненавижу, когда вставляют полочки из стекла. Это просто гипсокартон, который отделан керамогранитом. Здесь нет ничего лишнего. И закругленные классные углы, обработанные эпоксидкой. Друзья, пожалуйста, делайте из керамогранита, либо из металла, но только не из стекла. Вот стекло на этих бочоночках, это просто мрак полный. Вот этот подиум создан для душевой и для ванны именно с целью подъема. Обратите внимание, что он тоже немножко парит. Это прям крутая. А там подсветка. И еще, есть еще одна фишка, которая я хотел сказать. Здесь очень все архитектурно сделано. То есть подиум переходит в стены, она переходит в потолок. И вчера я выложил фотографию отсюда, и мне пишут, слушай, ты же все время говоришь, что натяжные потолки должны быть матовые. Почему здесь натяжной потолок глянцевый? Так вот, это вообще не натяжной потолок. Это керамогранит. Причем, вы представите, сколько весит каждый лист керамогранита. Но сейчас очень крутой клей, который удержит, ну, я думаю, что проще, чтобы потолок отвалился, чем этот клей. Поэтому, в принципе, ну, вот такие решения можно сделать. Но, пожалуйста, не повторяйте это дома, да? Это все сделано профессионалами. Здесь тумба с двумя раковинами. У каждого своя раковина в этой тумбе. Это очень удобно. И плюс, обратите внимание, раковины подкладные. Это позволяет здорово убираться. Это просто удобно для уборки, практично. Я постоянно ругаюсь, что вот когда плоское дно, то здесь все очень скапливается. Но я вижу, что у дюровита все-таки есть уклон. Он довольно хороший. И здесь ничего у вас плавать не будет. Я еще вижу, что внизу стена, она как бы выходит, как будто раковина находится в нише. А раковина по факту находится в нише. Здесь идет канализационная труба снизу. На самом деле, это все сделано с технической целью. С целью прокладки коммуникаций и так далее. То есть, это не просто какие-то случайные зашивки. Но в результате оно все органичное. И тумба вписалась в отдельную нишу и меньше выпирает от стены. Конечно же, это самая правильная подсветка, которая идет нам на лицо. Ну да, она фронтальная, потому что девочкам нужно краситься. И им нужен именно фронтальный свет. Покажи унитаз, это отдельная история. Вот там есть какая-то штучка справа. Что это такое? Это пульт управления унитазом. Например, мы можем сделать вот так. Очень много опций. Подогрев, помыть, очистить, проветрить. Все, что хотите. На самом деле, да. Здесь, наверное, целые права получать отдельную категорию на управление унитазом. Да, категория D. Вы никогда не догадаетесь, что это за кружочек из керамогранита, который находится под унитазом. Как я говорил ранее, в блоке с сантехникой, под всеми нашими блоками, связанными с водой, находятся вот такие приборчики. Это датчики от протечек. Как только туда попадет вода, сразу же вода будет перекрыта в главном блоке. Вот так это работает. И при этом выглядит очень эстетично. Заходим. Здесь такой классический вариант планирования санузла. Ничего такого супер нового в планировке, наверное, нет. Есть технически интересные решения. Душевая вот с таким порожком невысоким. Да, обратите внимание, что перешагивать-то особо не надо. Здесь очень классно сделан именно уровень душевой. Обрати внимание на трап. Он сделан от угла до угла и примыкает к стене. На него никто не будет наступать ногами. И он расположен так, именно потому, что здесь рядом фановая труба. Она сразу же за стеной, поэтому, пожалуйста, не удаляйте далеко от фановой трап. Иначе это сразу же повлияет на высоту вашего подиума. Еще когда я зашел, мне показалось, что душ довольно низко. Строитель реализовывал вот именно посадку душа без нас. Он сказал, что так ему показал заказчик. Поэтому мера всего это человек в интерьере. Пожалуйста, делайте под себя. То есть нет каких-то там суперстандартов, которые подойдут под любую ситуацию. Для ночного света кайфово делать такие нитши. Вот она светится и включает только ее. Ночью пошли, там мягкий свет. Он не бьет в глаза и вам комфортно ночью пойти в туалет. Ночью, да, не надо получать, на самом деле, вспышку света в глаза. Это вредно. Так, Миш, держи камеру. Я думаю, что на этом все. Если вам понравился такой формат обзора, то напишите в комментариях. Может быть, будем делать именно вот такие обзоры. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Поддержите видео лайком. Заходите в наши соцсети. Там очень много интересного для вашего вдохновения. Сейчас не работает монетизация. Поэтому, если хотите поддержать наш канал и выход следующих роликов, то обязательно переходите в наш бусте. Ссылочка будет под видео. До скорых встреч, друзья. Пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok